Добрый вечер, в эфире новости, с вами Владимир Токмаков и в начале выпуска коротко поговорим о главных темах. Детские площадки, дороги, медучреждения. 400 социальных объектов по всему Алтайскому краю благоустроили в этом году благодаря проекту поддержки местных инициатив. Подробнее в выпуске. Международный форум «Центральная Азия. Большой Алтай» сегодня стартовал в Барнауле. Участники обсудят, как сохранить дружеские отношения с соседними странами. Нарушение речи, координации движения и другие проблемы помогают решить детям в Барнаульской поликлинике номер 5. Там закупили новое оборудование. Алтайские пограничники задержали иностранца, который попытался незаконно вывести 8 соколов-сапсанов из России. Что у вас находится под сиденьем? Что пищало, что находится под сиденьем? Еще раз задаю вопрос. Представьтесь. Еще раз, громче. Зачем вы его перевозите? С какой целью? Какая частная цель? Где взяли? Злоумышленник ехал через пункт пропуска Исселькуль, когда сотрудники пограничных управлений ФСБ России по Алтайскому краю и Омской области задержали его. Птицу он спрятал в тайнике, оборудованном под пассажирским сиденьем автомобиля. В отношении иностранного гражданина возбуждено уголовное дело. Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов, особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов. Соколы-сапсаны после осмотра специалистов-орнитологов помещены в эколого-биологический центр. А я продолжу. 400 социальных объектов по всему Алтайскому краю благоустроили в этом году. Детские площадки, дороги, культурные и медицинские учреждения построили благодаря проекту поддержки местных инициатив. За 7 лет его реализации благополучателями стали почти полмиллиона жителей региона. Этим летом по проекту в Родинском районе открыли памятник, а в Благовещенском – спортивную площадку. В поселке Тизек в Родинском районе живут всего 14 человек. Но память сельчан, погибших в годы Великой Отечественной войны, здесь чтут. В августе в населенном пункте отреставрировали мемориал славы. А еще на нем стало больше фамилий. К ранее нанесенным 49 добавились еще 13. Какой объект получит поддержку по проекту местных инициатив, выбирали в районе. Среди неравнодушных – Николай Ковалев. Он участвовал в поисках, работал с архивами. Я нашел своего дядю по дедушкиной линии, это Сердюк Николай Федотович, который пропал без вести. Нашел я его в книге памяти Алтайского края. У нас собралось более, по-моему, 200 человек, как говорят. Тех, кто смог только приехать. Здесь были и внуки, и правнуки, дети погибших. В общем, много людей. Естественно, для нас это здорово, что все-таки реставрировали памятник. Бабак Иван Афанасьевич – это мой родной дед. Пропал вообще, бабушка говорила, что он без вести в 41-м году, в сентябре месяце. И на похоронку она на него не получала. Родственников здесь уже у нас никого не осталось. Конечно, это родина, первоисточники наши. Мы не знаем, ну как, для меня это святое. На реставрацию памятника потратили чуть больше 775 тысяч рублей. 625 – поддержка краевого бюджета. Остальные средства собрали в районе – сельчане и предприниматели. Сам проект межпоселенческий. Теперь здесь появилась новая традиция – встречаться у памятника каждую третью субботу августа. Всего в Алтайском крае в этом году отремонтировали 19 мемориалов славы. Также по проекту в регионе благоустраивают дороги, объекты культуры, детские и спортивные площадки. Этим летом в Благовещенском районе открыли волейбольно-баскетбольное поле рядом со школой в селе Глядень. Здесь собираются не только ученики, но еще и взрослые. Лариса Лякишева живет в селе больше 30 лет. Пока ходила на площадку вместе с дочкой Ариной, сама приобщилась к спорту. Сейчас это самое популярное место. Здесь мы приходим и с семьей, и с подругами. То есть активный образ жизни всегда большой плюс. Например, местные жители, они всегда принимают активное участие и в уборке территории, и в сборе денежных средств. То есть мы всегда за. Если что-то будет еще, мы будем только рады. Это очень большая радость. Ребятишки вообще, они даже наблюдали, когда вот это здесь все строилось. Приходили и смотрели с таким удовольствием. Глаза горят. Вообще очень хорошо. И мы даже рады. У меня сейчас уже дети выросли, внуки, и с внуками хожу сюда. Тоже активно занимаются спортом. Баскетбол, волейбол, это у них не отнять. На обустройство площадки потратили по проекту больше 2,5 миллионов рублей, из которых 1,3 миллиона – краевые средства. Остальные – местные. Жители вложили почти 130 тысяч рублей. Только благодаря этому проекту на территории района реализуется вся инфраструктура. То есть другой возможности у нас нет. Мне самой очень нравится село. И приятно смотреть, когда с каждым годом у нас что-то новое появляется. Также в этом году в селе Глядин реконструировали детскую площадку. В следующем планируют обустройство зоны отдыха для подростков. В населенном пункте, хоть и проживают около 900 человек, детей много – почти 280. В Алтайском крае за 7 лет работы проекта поддержки местных инициатив отремонтировали больше 2 тысяч социальных объектов на сумму свыше 2 миллиардов рублей. Алина Пенигина, Антон Еноткин. Новости. 890 тысяч человек в Алтайском крае страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями. В Барнауле работает региональный центр хронической сердечной недостаточности на базе кардиологического диспансера. А в некоторых районах края для наблюдения за такими пациентами открыли специальные кабинеты. Как в них организована работа, расскажем далее. Более тысячи пациентов в краевом регистре людей с хронической сердечной недостаточностью. Всего в Алтайском крае от этого недуга страдают 890 тысяч человек. По данным Всемирной организации здравоохранения, сердечно-сосудистые заболевания – основная причина смерти во всем мире. Для профилактики и лечения таких болезней в регионе открыли центр хронической сердечной недостаточности на базе кардиодиспансера, а также кабинеты в некоторых районах. Так, в Павловской ЦРБ кабинет кардиолога работает уже три года. Через него прошло несколько тысяч пациентов. Это создано для того, чтобы пациентам было более комфортно, более удобно. Отдельно сделана очередь для этих пациентов, отдельно выделены талоны. Можно пройти все обследования в Павловской ЦРБ. Это и УЗИ сердца, и постоянное суточное хокерское ментарирование, где записывается. При необходимости мы можем передать ЭКГ в кардиоцентр, проконсультироваться со специалистами, с кураторами. Сейчас в регистре Павловской ЦРБ около 200 пациентов, больных хронической сердечной недостаточностью. Для них всегда есть запасные талоны. За ними можно прийти, если возникли симптомы обострения заболевания, например, одышка или отеки. Нина Соболева, врач-кардиолог, всегда на связи. Ей можно позвонить с просьбой скорректировать лечение или сообщить о болях. Вот иногда у меня давление прыгает. Поговоримся, и она мне подскажет, что надо попить, назначит, когда прийти. Нина Александровна очень хороший доктор. Ну, она вежливая очень. И вот знаете, часть врачей бывает такая, что зайдешь чуть немножко раз, и все, идите. Это выслушает, внимательно все обследует. Портрет больного сердечными заболеваниями стандартный. Чаще всего это возрастные люди крупного телосложения, пережившие потрясения в жизни. Многие пережили инфаркт. Характерно наличие вредных привычек, малоподвижный образ жизни. Специалисты рассказывают, недуг помолодел. Увеличилось количество пациентов в возрасте до 30 лет. Ну, нужно соблюдать здоровый образ жизни, двигаться, снижать лишний вес, отказ от курения, контролировать давление обязательно. Если какие-то проблемы возникают, то нужно обращаться в поликлинику, не затягивать, потому что это очень плачевные последствия. И тяжелее потом лечить. Лучше заранее предугадать болезни, чем уже потом, когда что-то случится. Яна Аксенова, Светлана Луганова, Илья Алексеев. Новости. Новое оборудование в отделении медицинской реабилитации закупила детская городская поликлиника номер 5. Это единственное место в городе, где пройти реабилитацию дети могут на базе дневного стационара, а не амбулатории. Подробности узнавала Дарья Эндерс. Ребенок плохо пишет и совсем не держит осанку. С такой проблемой Анна Щелокова обратилась в отделение медицинской реабилитации в детскую городскую поликлинику номер 5. Здесь ее 7-летний сын Гриша занимается слогопедом, психологом, проходит сеансы специального массажа для спины, посещает уроки ЛФК. За пару недель результат налицо. Изменения в учебе. Он начал диктовать себе, читать лучше стал. Мы корсет еще купили, чтобы осанку выпрямлять. Здесь ЛФК, спина лучше, он стал сидеть. Реабилитационное отделение работает в детской городской поликлинике номер 5 почти год. Штат уже полностью комплектован. Недавно здесь начали работать врач-невролог, медицинский психолог, инструктор по лечебной физкультуре и медицинская сестра по массажу. Обновили и основное оборудование. Мы с начала открытия отделения приобрели новый ИПО-тренажер, приобрели физиотерапевтический аппарат Искра 3М Дарсонваль, приобрели манипуляционное оборудование для процедурного кабинета и рециркулятор. Юных пациентов больше всего привлекает ИПО-тренажер. Он похож на седло и имитирует езду на лошади. Занятия на нем укрепляют мышцы спины, бедер, помогают выравнивать осанку и держать равновесие. А вот новый аппарат Искра 3М, хоть и пугает детей электрическим названием, на деле совершенно безобиден. В данный момент это расческа на волосистую часть головы, улучшает кровоснабжение, ну не головного, а фолликул, фолликул луковицы волос, плюс кожа головы, успокаивает. Курс реабилитации рассчитан на 12 дней. Не нужно находиться в учреждении целый день. Достаточно двух часов. Обратиться могут жители всех районов города. В нашем отделении мы добиваемся таких результатов, как улучшение мышечного тонуса, нормализация мышечного тонуса, увеличение объема движений, увеличение объема артикуляционных движений, то есть если поступают дети с двигательным нарушением, плюс еще какие-то речевые у них есть нарушения, нормализация психоэмоционального фона. За время существования отделения медицинской реабилитации врачи помогли 197 пациентам. Пройти реабилитацию могут дети от 3 до 17 лет. Для этого нужно записаться на прием к участковому педиатру и получить направление. Дарья Эндерс, Анатолий Фукс, Новости. Международный форум «Центральная Азия. Большой Алтай» сегодня стартовал в Барнауле. В научно-практических конференциях и дискуссиях будут участвовать студенты алтайских вузов и представители из других стран – Монголии, Белоруссии, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана. На форуме ученые зачитывают доклады, посвященные проблемам устойчивости и безопасности регионов Центральной Азии и Большого Алтая, а также поделятся исследованиями о возможных форматах международного сотрудничества России с ближайшими соседями. Это прежде всего для региона важное мероприятие, потому что проводят сегодня не только Алтайский государственный университет, с организаторами выступают и другие вузы Алтайского края, а самым главным организатором является, конечно, фонд Героя России Владимир Анатольевич Шаманов. В зале будет присутствовать примерно 150-200 студентов, остальные присутствующие – это преподаватели научно-образовательного сообщества, а онлайн у нас предусмотрено подключение до 1000 участников. Проведение форума направлено на укрепление дружеских отношений между странами. Лучшие доклады участников опубликуют в сборниках научных статей. Еще 16 школ Алтайского края вошли в федеральный проект «Футбол в школе». Общее количество учебных заведений теперь 72. Преподаватели, задействованные на проекте, проходят обучение и получают необходимый инвентарь. Для реализации проекта мячи, четверки-пятерки, по размеру манишки, конусы, жилеты. В этом году маленечко у школ, получается, плюс дают ворота, двое, и футболки пола для учителей, чтобы они были в брендированных вещах. К этому часу у меня все. Желаю вам хорошего вечера, а итоги подведем в 20.30. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...